Великим постом, 23 февраля, День защитника очистства, 8 марта. Как эти дни переживать православным христианам? Это да, эти дни появились у нас в календаре в России после советской власти. И они есть следы советской власти. Если начинать шевырять историю этих дней, то это не два дня, а один день. И это 23 февраля и 8 марта – это одно и то же число. Только одно по юридическому календарю – старый стиль, а другое по юридическому – новый стиль. Это одно и то же число. И причина одна и та же у обоих этих дней. Это бесподробно, долго говорить, кратко. В XIX веке на волне профсоюзного движения за права рабочих, в частности и в Германии, в Америке, во многих местах создавались профсоюзы. Сначала мужские, а потом и женские, за равноправие женщин, в частности. И этим процессом воспользовались Коминтерн. Знаете, что это такое, да? Коммунистический союз в Европе был. Он сначала стоял в большинстве из людей одной национальности, из евреев. Ну вот причина больше, почему – это отдельный разговор. Но сам факт в основном из евреев стоял, одной национальности. Это не говорит, что они хуже лучше нас, только свои особенности. Ну вот я русский, например, да? Я сейчас буду жить, ну где? Ну в Африке буду жить, среди язычников. Но всё равно, я же в Календарь смотрю, вот 7 января, ой, Рождество, эх, сейчас снежок на родине. Вспоминания же будут, конечно. Так и они. Какие воспоминания с детства. И тогда религиозные люди жили, воспоминания религиозные тоже были. И вот у евреев есть праздник, Пурим. Это праздник, у них все праздники переходные по лунному календарю. Но вот праздник – это Библия написана от причины, но без подробностей – это спасение народа Израиля от истребления во время персидского плена. Ну вот без подробностей есть ли. Оно произошло спасение через одного человека, благодаря этому человеку. В гареме персидского царя была любимая женщина, которую он царицей называл Эсфирь. Она была еврейкой по национальности. И когда был план без подробностей уничтожения евреев, вот Эсфирь-то об этом узнала. И жалея свой народ, своим дядей, который при дворе высокопоза занимал, Мардухей, посоветовались, и они составили план, как спасти свой народ. И им получилось. Им у них это получилось. Они восторженствовали над врагами, и в день, когда должны уничтожать их, уничтожили. Шах приказал уничтожить их врагов, кто хотел уничтожить евреев. И вот у них праздник есть такой, Пурим. Этот праздник очень шумный, и они, евреи, в Синовой Гене, как мы себя в храм ведём. Например, когда в этот день у них читается книга Эсфирь. Вот как-то расходило всё, они читают во время службы. И когда они произносят слово «Мардахей», все начинают в мечети громко говорить. «Да благословит Господь Бог Мордахей, да благословит Господь Исфирь, да даст Господь им благо своей милостью над ним совершит в веках». Кто громче? А кто громче? Всегда все громче кто? Дети. Им же интересно кричать. Они же там. Когда произносят имя Аман, библия, вот как раз хотят евреев устребить, начинается «Да проклянет Господь Бог его и род его, да исчезнет тебя земли». Они евреи начинают сразу вот так. И шумеется глушить его имя, чтобы не слышно было. «Ну а дети, батюшки, возможно, просидеть, слушать». А тут хлопают ногами, руками, кричат, визжат, радости, море. В этот день они в памяти об этом пекут сладкие лепешки. А маленькие дети детям говорят, вот, и знаете, что такое? Это уши Амана. Вот будете не слушаться, и ваши уши в мед, да на стол. Родители слушаться надо. И вот с детства все это воспоминания. Такой праздник у них есть. И вот, когда вот началось движение профсоюзное, и Коминтерна решила оседлать это, женскую тему, то женское крыло Коминтерна, вы помните, это были евреечки, Розовик Сембург, Клар Цеткин, а они предложили вот поднять на движение, профсоюзы были тоже по национальным признакам, еврейские профсоюзы. Но там уже влияние у них было небольшое, и они придумали такую штуку. Забыл, в каком городе, в Германии, в Парине, там женщины в профессии проститут, требовали, чтобы им тоже профсоюз учредили. Ну, трудящиеся женщины, профсоюз, она заболела, бюллетень плачет, вредная работа, молоко выдают. Хорошо. Ну вот, и тогда им отказали. Профсоюз, проститутка. Им отказали. И вот этим женщин Коминтерна воспользовались эти Цеткин и Люксейбург. Они сказали, давайте проведем в таком-то городе марш в защиту вашу. Мы поднимем других. В общем-то, и женский, и неженский профсоюз, там уже получился не только проститутка, толпа всяких разных, все уже, шли женщины с кострюльками стучали, уже не только там забыли про кого и зачем от начала. Главное, что женские права, главное право трудящих вообще. Ну и, в общем, Коминтерна удалось это оседлать. А чтобы поднять людей, им лучше было. И чтобы, в первую очередь, они, их поймут евреи больше, они какой день назначили вот это шествие? На Пурим. На праздник Пурим. Вот тут, вот тут, после синагога-то, все такие разгоряченные, вот кричали, да визжали, о, самые-самые-самые тут будут забастовщики-то, и в том году, когда это было, вот в праздник Пурим, он тогда совпал, по одному календарю 20 сентября, по другому календарю, сторонам, 8 марта. И после этого, через некоторое время, стали этот день, как день, почему? Ну, вот назвали так, день сначала борьбы социальные права, а потом день борьбы за права женщин, и так в Советском Союзе, потом уже в большинской России, вот, как женский день. Но сейчас ведь никто эти так не понимает, правда? А потом, когда, а там мужской день, ну, когда календарь ввели другой, то же число, только по другому календарю, что 8 марта, то 23 февраля. Это мужской день был, ни на чем не основанный. Ну, тем не менее, ладно, назвали-назвали, обозвали всё. Ну, хочется праздника, ну, пусть будет. Ну, так вот, что будем, да будем, серы. Но только на сегодняшний день правда ставится правдой. Какой? Что мы с вами ведь не думаем о еврейских приступах Германии 8 марта, правда? И 23 февраля их не вспоминаем. Для нас важно другое. Как-то вот к женщине особое отношение подчеркнуть. А у нас женщина рядом мама, жена, дочка, сестра, сноха, внучки. Ну, хочется порадовать. То есть, февраля, у нас мужчина есть, муж, брат, папа, сын. Ну, порадовать хочется как-то особо. И хотя вот сейчас введены многие такие, в других странах есть день отца, день матери, ну, как-то не приживаются. Вот сейчас на Петра и Февронию день семьи, верности, любви стараются, но мало приживаются. Вот недавно день святого Валентина. Такого святого-то нет, кстати, между прочим. И дня с этими как не связаны. А ведь людям не это важно. А вот, ну, любовь, это главнее и важнее всего. Это в ней имён во все времена. И называется Валентинки, Февроньки, по-другим как не зови. Ну, только вот это главное побудило. Поэтому я отношусь к этому, например, как к тоске человечества об этом главном. Чтоб женщины были женщинами. Мужчины обычно это хотят. А женщины хотят, чтобы мужчины были мужчинами. Чтобы была любовь и так далее. Но только если вот для меня, например, я эти дни, не знаю, они для чужих. Я не осуждаю, кто вот в эти дни послом что-то такое придумает, но для меня это чужие. Тем более я человек православный. Для меня, например, вот жёны мироносицы. В эти дни, в этот день, знаете, воскресенье, через две недели, считать Пасху, третье воскресенье по Пасхе. Жёны мироносицы. Женщины, которые были с Господом вместе с апостолами, которые так любили его, так верили в него. Им он первым явился, когда воскрес, а не апостол, мы знаем об этом. Многие из них пошли на пробусь рядом с апостолами. Была рано-апостольная Фёкла, рано-апостольная Мария Магдалина. Это такие... А их... Они как-то в тени всё время, в тени. А такие дела делали, на которые каждый мужчина способен. Это поразительно, например, вот... А уж если мужской день говорить в России, например, для Пасханова опыта, Георгий Певдоносец, Николай Игонник, Михаил Архангель. Эх ты! Вот это имена достойные того, чтобы день любого мужчины пожрать. Сказать, как здорово, что ты мужчина. Смотри, какие, представьте, мужского пола. Какими могут быть оказываться? Так вот, мне кажется, вот тут вроде как бы и нужды-то нету. Вот. Ну, если посчитать эти дни ради... В крайнем случае, Церковь знает то, что, например, вот когда Христос воскрес, точно число и год можно назвать? Да. Да. Сохранилось. Можно точно. Только это по календарю Вавилонскому лунному, но перевести на солнечно несложно. И ученые давно уже это высчитали, в какой год, в какой час, в какой день, в неделю, в какое число воскрес Христос. Это не секрет, это не тайна. А в какой день родился, никто не знает. Никто не знает. И когда Римская империя стала христианской, и литосчтение меняли от листва Христова. Почему? Потому что понимали, теперь истинный царь-то кто? Христос, мир. А литосчтение в старину шло по царствованию царей, а если царь, не земной, а небесный, когда он родился? И вопрос повис. Когда? Я не знаю, когда. И тогда что придумали? А придумали, вот, был языческий праздник в Римской империи, народное гуляние. Самый короткий день, самая длинная ночь. Ночь победила, тьма победила, свет. А потом свет прибавлять, понемножку день. Вот прибавление началось, когда вот такие торжественные всякие праздники придумали. Гуляние, веселье, ночь побеждает, тьма побеждает, свет торжествует, правда и любовь всегда торжествует. И вот народные гуляния были. И вот эти называли праздник светов. Ну, солнце прибавляется, поэтому костры ночью жгли, зажигали всякие светильники на улице, украшали. И вот в праздник света и стали праздновать Рождество Христово. Почему? Господь сказал, я свет миру. Исайя говорит, он солнце правды. Ну, это образно. И поэтому Христос не родился в тот день, когда мы Рождество празднуем. Нет. И не знаем, когда. Исакр это для нас. А это условная дата. Зачем? Ну, когда-то хочется праздновать. А то, что Церковь Первого Древнего не праздновала, и апостолы не помнили, потому что это было неважно. Важно, не когда он развелся. А что он сделал для нас? Вот важнее. Это понятно. Ну, поэтому можно взять любую цифру искусственную, даже языческую, и выцерковить её. Поэтому можно 8 марта, 20 февраля сделать для себя православными. И столько православных переживать. Но только тогда нужно это делать православно. Если в пост, то, соответствующим образом, великопостно. Великопостно. Но мне кажется, я один, отступлю, чуть-чуть капельку этого сдержу. Есть у нас в церкви батюшка. Он теперь не только у нас. Ив Бураков. Отец Алексей. Он, в отличие от нас, настоящий. Во всём. Он пришёл к тебе в 14 лет. Осиротев. У меня отец погиб. Он ко мне отнесся, как к отцу. Но вот молоденький, в людях не разбирался, поэтому вот. Теперь что? Я стал его учить. Ну, нет. Конечно, учить стал сразу. Так вот. И потом и женить его. И всё это на моих глазах. И я ему сказал, когда они стали общаться с тем, которые сейчас жена Любанка такая есть у нас. Я говорю, Алёшенко, ты заведи, сынок, себе этот блокнотик. И в нём записывай день первого свидания. День первого поцелуя. Женьте день первой близости. Что такое особо примечательное? Он раз пришёл, говорит, батюшка, знаешь, что? Женились у неё уже. Я увидел того, чего не видел никогда. А что такое? Она вот так повернулась боком, а волос сверх забрала. У неё, кажется, какая красивая шея. А если он не видел? Говорит, запиши, скажи, да. Затон запиши. Никогда ты видишь, что у неё красивая шея. И у неё там появилось, ну, десяток записей таких. И под числами. Он говорит, а зачем это? Говорит, вот теперь, сынок, будет идти время, и эти числа будут опять. Год проходит. Ты в этот день что-нибудь отмечай этот день. Отмечайте его вдвоём. Как? Ну, по-разному можно. В ресторан пойти. А можно просто пылевой цветочек несколько сорвать и подарить себе жене. Сказать, я увидел, у тебя, кажется, шея красивая. И вот этот день я увидел, например, тебя вперёд поцеловал. Я помню, вот я себя помню, но я число не помню. Помню только ли это было. В трамвай с женой, с женой. Уже жена. Детей с ней было. Тоже есть. Едем, я вот так смотрю и думаю, у моей жены красиво глаза или нет. Я поворачиваюсь и говорю искренне, что они у тебя голубые и оказываются. Она долго смеялась. Говорит, запомни этот день. Ты видел у меня какого-то цвета глаза. Но я не запомнил. А он вот всё запомнил. И особенно первый год он ей не говорил. Я говорю, так не говори, люби. И у них в первое время такое отношение, ну, как у всех было. То есть, ну, как бы они общались, хотели казаться хорошими, женились, стали настоящими. И поэтому проблемы пошли. И вот теперь подходит этот первый день в этом календаре у него, у неё. Например, ну, день первой встречи, первой свидания, неважно. Он приходит домой с букетиком полевых цветов. И Любовь кидает целую твою ушку. Он говорит, а что это? Он говорит, а у нас сегодня юбилей. Говорит, какой? Целый год прошёл. Как я увидел, какая у тебя красивая шея. Или когда первая встреча есть, когда я псал. Она садилась и плакала от умерения. И потом она всем говорила. Говорила, говорит, она жми, говорит, батюшка, он так любит, что это прям жгёт изнутри Инда. А на мелочах. И вот видите, никакой не церковный праздник. Никакой не церковный повод. Но когда это с любовью, вот, оказывается, каким плодам отнесёт. Вот. И у них этот календарик по сей день жив. По сей день жив. Он только там одно не срабатывает. Он в этот календарик внёс то, чего я ему не говорил, он сам придумал. Это в день свадьбы, в день свадьбы быть вдвоём, одеваясь в то, в чём они были в день свадьбы. Он-то одевает своё. А её теперь трудно. Он её мучил гимнастиками и прочим. А потом вдруг понял. Тут, ну, грешника. Я вмешался, конечно, мне никто не просит. Я им сказал, Алёшенко, она была девушкой, а теперь стала красавицей, женщиной. Ну, что она будет, соплёй перешибёшь. Пусть будет настоящий. Как про русскую же говорит? Коня на скаку и горящий избу развалит. Вот. Так и надо. И как бы у них вот это маленько изменилось. Вот это с одеванием. А по сей день они многие вещи хранят. И очень приятно на них видеть. И очень радостно это осознавать, и что у них вот такая настоящая семья. А вот они придумали свой календарь. И к календарь им на пользу. Поэтому можно 23 февраля и 8 марта. Если это на пользу. Для каких целей? Я думаю так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!